Утилец ее перевернул. По крайней мере раз в год ленивец предпринимает далекое путешествие. Он меняет место жительства. Цели его нам неясны. Порой ленивцев видят пересекающими реку. Они плывут с помощью передних лап. Причем так же медленно, как двигаются на суше. После всех этих невероятных для себя усилий, ленивец взбирается на дерево на другой стороне реки. На наш взгляд, это дерево ничем не лучше того, на котором он ж прежде. Психология ленивца, должно быть, так и останет для нас загадкой. СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИКОЙ ПРИРОДЕ Какой морской организм настолько велик, что его можно увидеть из космоса? Об этом вы узнаете после небольшой паузы. СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИКОЙ ПРИРОДЕ ЧАСТЬ ВТОРАЯ На многих фотографиях, сделанных из космоса, эти белые пятна — краловые рифы. Сейчас о них нам расскажет Питер Хейден. Великий Бьеррный риф в Австралии — исключительное явление. Взять хотя бы его способ размножения. Это уникальное событие происходит в считанные ночи ноября. И, конечно, наши операторы не могут пропустить это удивительное зрелище. Наша история начинается в этой темной комнате, где оператор Джанин Хэдли просматривает 150 часов видеозаписи. Мы сняли огромное количество материала о кораллах. Каждый кадр просто удивителен. Нас интересовал процесс размножения. Мы хотели показать риф как живое существо с невероятно яркими красками. И, конечно же, драматичность необычной стратегии размножения. Но сделать это так, как никто прежде до нас. Несмотря на то, что любые съемки рифа производят незабываемое впечатление, у операторов не было самых важных кадров. Для съемок фильма «Секс на большом рифе» необходимо было опуститься в воду на одну единственную ноябрикую ночь. Организация этих ночных подводных съемок была крайне сложной. К тому же у нас было мало времени. Мы должны были определить, какие колонии с наибольшей вероятностью будут размножаться этой ночью. Времени оставалось все меньше. Момент у начала съемки процесс размножения уже начался. Процесс размножения неисчислимого количества организмов, формирующих двухкилометровый коралловый риф. Команда операторов создала уменьшенный макет рифа в старом гараже. Здесь и были сняты необходимые крупные планы. Мы просто достали часть кораллов, поместили их в аквариумы и стали снимать в помещении, где можно было установить штативы и нормальное освещение. Однако, сможет ли размножаться коралл, извлеченный из привычной среды? Мы знали, что согласно научным данным, коралл начнет размножение около восьми часов вечера. Мы, естественно, ждали, не сводя глаз с циферблата. Наступило восемь часов. Ничего. Представьте, в пять минут девятого началось. Кораллы размножаются даже вне океанических вод. Яйцеклетки женских полипов коралла медленно дрываются от рифа в темноте ночи. Наступает очередь самцов. Самцы изторгают частицы спермы, которая, отрываясь от полипа, встречается с жанкой яйцеклеткой где-то над рифом в темноте океана. Эта невероятная оргия будет продолжаться в течение трех ночей. У каждого типа коралла свое время.